привет друзья привет подписчики у нас зима минус 6 держится несколько дней только вот у таких гоняют уток топчат и топчат гранулятор ребята засыпала то ничего с ним не будет уточки здесь готовятся у нас есть они вот одна из курочек уточек вывела прошлом году и в этом году здесь это который живых осталось то есть а новые все что у нас вывели прошлом году по раскидали яйца вообще ничего не вывели поэтому осталось то что старое видите да у нас зима сейчас я вам покажу у нас рокировка идет вот этих вот я перебросил сюда это вот наверное из первых партии которые они с далматинцами далматинцы их не трогают яйцо они не клюют половое созревание еще далеко поэтому вот как то так вот это из первых двух партий они уже выпущены в отдельный врудер и пока не дорастут как бы они будут жить здесь а потом уже будем сортировать по породам ну еще рановато как то так ребята вот значит здесь у нас выпустил в ясклеток вот еще партию вниз уже выпустил вот так вот выпустил она держит партию тут у нас лигон сандар барковская это барковской мало но вот вот у нас еще и барковская и далматинец австралорн даже там один есть как он-то попал не знаю ну растет птичка постепенно растет слабенькая до мороз и убивает ну потери 10 процентов не больше как-то пока все нормально вот еще новую партию половина партии привез значит я бы поддержал еще и клеток тепле но я вам скажу так ребята начался расклевать это вот последние 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 партии еще в клетке деревянно есть у меня еще одна партия то не бешеный значит сожрали сожрали три сородища ребята все значит как сказать вроде растут вроде растут как бы что вам сказать они как бы на это количество эта клетка нормально ну вот партии есть есть которые каннибализм обладают понимаете да тоже постоянно смотреть следить надо как бы йодом прижигаешь да не трогают больше но потом раз и что-то в голову стукнет и могут его съесть и едят именно лигорн 1 а вот 2 долматинца съели а долматинец мне видите даже желтенькая хвостик то есть когда-то его подкрывали я его подмазывал несколько дней назад его не тронули других тронули вот поэтому их вот сюда на мороз как говорится на мороз под обогреватель мой он конечно уже износился потому что пленки тогда не было когда я его делал этот обогреватель вот этот обогреватель у меня туннельный пленка идет тепличная тут все нормально уже второй сезон а этот видите да один сезон и не выдержал потому что сделано было из полиэтиленов был их белых мячком вот потом все это конечно смотрим этим керхером и переделаем но уже не сейчас только в конце сезона когда потеплее час делать времени нету а третье делать не буду как бы мне два хватает неделя две и рокировка идет и уже в гривне на не нужен потому что птица привыкает как-то так ну вот я подготовил как-то почистил что же здесь тоже почистил иногда друг ранено или что что подсудить как бы уже частоту какую-то соблюдаем сейчас будет птицу иверсалом пробаивать то же самое агростраж ферма тоже самый дус будет потому что курочка чешется вижу ну в клетках конечно и негде мыться купаться конечно никакие мероприятия мы не проводим если попала один раз и версанги то хорошо но от глистов как раз и вот шеи мы птичку избавим и соответственно рост пойдет ну вы видите да вы видите что птичка растет и то вон одна слабенькая что-то спит не спит непонятно две сегодня пропаил то есть три дня я за ней не наблюдал если сильно что-то вдруг простудится птичка если сразу она вылечивается если запустила может и погибнуть вот как-то так все таки зима ну здесь сейчас эту птичку буду и йодом покрывать прижигать клюв обязательно присмирять будем эту птичку что по другому никак после присмирения она будет нормально здесь она будет нормально расклева в клетках нет а там и что-то там непонятно но от партии зависит вот эта партия какая-то две партии попали что они маленьких клевали пук и сами себя и старте им давали все что-то они какие-то кровожадные попались вы знаете я тут фу забыл что такое расклев кто-то там написал комментарий расклевал да нет расклева и не было и вот как будто сглазил я но не было ничего всегда прекрасно все по расклевал но иногда клюну там подмазал и все что смертельные не было тут были смерть три смерти то есть двух клетках была потеря вот как-то так то есть если следить отсаживать то да конечно можно спасти но как бы не всегда там заметишь все и поймать их тоже как-то трудновато но ничего ребят сейчас вот на полную мощность я включил свой обогреватель то есть лампа не горит будем надеяться что птичка будет чувствовать себя здесь хорошо но я с вами вращаюсь почему я это вам ребята показываю показываю это вам потому что читаю я других продавцов отзывы смотрю что какие выводы какие у меня отзывы ребята все хотят стопроцентного вывода такого не бывает зимой птичка как сказать если она молодая и линька прошла туда еще более-менее а вон сколько купили неоплод сто процентов там или 1 2 выводится там 40-30 яиц люди берут да это и совсем будем говорить ни о чем то что я гарантирую то есть вывод будет от заложенного яйца в районе в районе 60 65 до 70 процентов вот сейчас последние выводы вчера я закладывал яйцо остатки которые остались закладывал и проверял я ребята вывод вывод у меня не вывод а плод проверял по последнему оплоду по последнюю плоду что-то в районе 70 70 70 процентов не менее вот вот где-то 70 75 рассчитывая то есть чуть-чуть ряд прошел так посчитал и прикинул что где-то 70 75 процентов а плод ну опять же моем инкубаторе а у людей выводится все намного лучше то ли мой инкубатор уже хандрит давно я туда не лез и не проверял заложил и переложил и вытащил цыплят вот как-то так ну вода вот иногда забьется что-нибудь вот сегодня тоже прочищал шланги а так а так в принципе все работает ну и работает времени на это нету даже там хинза за 210 надо будет протянуть новые шланги и поставить компрессор то есть как бы много чего сделал уже поменял на увлажнение компрессорная то есть идет от аквариума она показала себя лучше всего и не доделал ну как делать дело час работы даже есть клиент который захочет его купить а при нём переделаю как-то так но рука не дошла осталось только чуть-чуть но два есть рабочих а это третий резервный как бы так хотя он не про он продажа стоит все на этом ребята его все что хотел вам показать показал эту партию сейчас клюве обрежу посажу сюда и еще следующая партия с этой же клетка там же буду делать опять не рокировку то есть выше подсаживать более выше подсаживать птенцов тоже буду прижигать клюв конечно рокировку делать потому что какая-то партия нас такая кровожадная с одной стороны кровожадность это хорошо это птица здоровая это птица крепкая она шустрая живая но с другой стороны могут быть потери хотя склонность да у лего нам как бы в этом есть ребята не забывайте что я поменял кровь я меняю кровь моя кровь более спокойная стала раньше была бешеная потом постепенно постепенно она 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 как бы утихомирилась ну вот что я могу вам сказать смотрите все увидите что рождается чтобы растает вот значит по яйцу да по яйцу все-таки вывод я сделал почему белого легорна бывает не то что кремовая ну с таким оттенком кремоватым яйцо бывает рождается все белое отличие вы птицы не отличите это не кросс все-таки выводу к тому я подозрение это имела сейчас это все ребята подтвердилось почему у легорна может быть кремовое яйцо ничего страшного в этом нету она прошлом году чуть-чуть было и в этом году больше я уже понял почему и причина того что легорн может нести на обычном фоне она белое яйцо как бы особо ничего не отметишь но на белом фоне совсем белом фоне белого яйца она отличается будет видеоролик я все это вам отдельно показывать почему и это не брак абсолютно это есть нюансы и есть причины я в этом все расскажу в отдельном видеоролике